В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! На коммунальном перепуте порядка тысячи многоквартирных домов Самары это весной оказались перед сложным выбором. Если раньше десятки лет их обслуживала МП «Коммунальник», то теперь, после того, как финансовые тучи сгустились над этой управляющей компанией, нужно решать, что делать дальше. То, что в МП не все гладко, стало ясно еще в прошлом году, когда была введена процедура внешнего управления, но уже в феврале 2014-го беспощадные цифры из биографии «Коммунальника» озвучила областная контрольно-счетная палата. В отчете, в частности, говорилось о том, что компания по документам занизила доходы на полмиллиона рублей, завысила расходы на 909 тысяч. При этом ее сотрудники, цитата, не проводили инвентаризацию финансовых активов жилищного фонда, находящегося на балансе предприятия, и совершали невыгодные сделки на сумму свыше миллиона рублей. И все это на фоне банкротства «Коммунальника» и его долгов перед поставщиками. А это на минуточку порядка 100 миллионов рублей. Впрочем, несмотря на эти неприятности, «Коммунальник» худо-бедно дома обслуживал. И люди хоть по привычке и поругивали его, но активных действий до поры до времени не предпринимали. Теперь же придется. Жителям взамен «Коммунальника», чья судьба пока туманна, предлагает альтернативу – новую компанию с предсказуемым названием ООО «ЖКХ», но с оригинальным договором на обслуживание, который неприятно удивил многих собственников. Мы фактически деньги платим, а музыку не заказываем. Там не устраивает что? Допустим, собрали мы общее собрание. Если на нем что-то приняли, коммунальник нам предложение сделал, а мы его не приняли. А потом, допустим, что-то там случилось, то коммунальник снимает с нас деньги. Если выставил счет жилищная инспекция коммунальнику, то тоже с нас с текущего ремонта деньги снимаются. Вот такие вещи, которые даже не в типовых договорах нигде нет. И в договоре тоже сделали, что если старшего нет, то значит мы подписываем у любого собственника. А что значит у любого собственника, если есть совет дома? Подписывайте у совета дома, вот мы тоже там поменяли это. Мы представили договор, который разработала Губернская дума, модельный договор. Вообще мы удивляемся, почему по этому договору вообще должны работать все управляющие компании. Они зачем столько времени потратили, все юристы там сделали все как положено, со всеми ссылками на все нормативные документы. Нам представляют какие-то недоговора, фитюрки. Во дворе домов сиамских близнецов, прозванных в Самаре Шанхаем, идут бурные дебаты, как жить дальше. Эти три многоэтажки на Молодогвардейской уже больше десятка лет обслуживает коммунальник, равны как и порядка тысячи домов в Ленинском и Самарском районах. Жилой фонд МП – это исторические центры, на 80% старый фонд. Есть дома, как вот этот насыпной барак на спортивной 27, который совсем наладан дышит. Пол совершенно прогнил, вот здесь вот яма на полу, вот здесь вообще вот туда, вот, 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 вы видите, что оттуда крысы лезут. И где о коммунальнике предпочитают вспоминать или нехорошо, или ничего. Коммунальник говорит один ответ – у нас нет денег. Даже лампочку не могут крутить. С года в год сколько денег на счету? Ноль-ноль рублей, ноль-ноль копейки. Где деньги? Но есть здания и помоложе, и покрепче, и даже в советские времена считавшиеся элитными. Как тот же Шанхай. Но годы коммунального забвения и здесь делали свое черное дело. Сыпется все, все, все. Ну, то есть раз, а где здесь? Вот, вот, нормально. Ну, это я не дороже. Я говорю, а у нас здесь живет в этом подъезде пожилых людей очень много. И вот, падают. Сняли, да? Человек, то есть это же на спину падает, на позвоночник. Ну, потому что, видите, должно быть так. Ну, да. Я наступаю спокойно, а она наедет. Это еще сухо, а когда мокрое, тут запросто вот улетишь, и все в синяках. Вот так вот вы нам показали, да? Не говорите прямо. Потому что это все и бывает, наша реальность, да, как мы тут летаем. Такие полеты не во сне, а наяву здесь, на Молодогвардейской 211, случаются последние пять лет. И все эти годы жители ведут безуспешные переговоры с коммунальщиками. Вот парадокс. Деньги на счету дома есть. По статистике, кущий ремонт тут собирают в год до полумиллиона рублей. Но вот добиться, чтобы их потратили туда, куда нужно, ну, никак не получается. Мы посчитали, мы сметцы оставили, мы можем все три сделать. Они не дают подрядчику это отдать, а сами не могут сделать. Голову морочили, мы сами, 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 сами. А так у самих нет возможности, у них нет ни людей, ни техники. Соседнему 209-му дому повезло больше. Все три крыльца им в прошлом году все-таки сделали. Но только после того, как отчаявшиеся жители пошли по верхам. Вот чтобы все сделать, ходили, просили, не выходит Путину телеграмму. Вот приходится как-то воевать. Вообще это, конечно, безобразие, если так подумать. Безобразием жители посчитали и сметой, которую им выставили за ремонт. Не было у нас того пандуса, а были вот эти, положили рельсы пандуса. И за это, за все, ну, плюс там его еще сломили, 221 тысячу выставили. После долгих дискуссий с коммунальником сумму все же удалось сократить вдвое. Так что не зря боролись. После этого и начали воевать. И после этого начали считать деньги. Вывезли мусор из подвалов. Мы заранее все просчитали. Значит, смета примерно на 100 тысяч. Нам дают смету на 140 тысяч. Мы, значит, начинаем ходить к ним, говорить, мы не согласны с этой сметой. Быстренько, значит, опускается смета до 100 тысяч. До конца все не сделали, конечно. Работа не закончена. И в других подвалах такие же закутки можно найти. Изнанка 33-го дома по Волжскому проспекту может и не так привлекательно, как его фасад. Но в сравнении с другими многоэтажками здесь просто коммунальный рай. Но без хлопот и забот жить тоже не получается. Отношения с управляющей компанией в конец испортились в 2009 году, когда во время капремонта в новом теплоузле установили вот этот прибор. По задумке он должен показывать, сколько жители реально потребляют тепла и экономить их деньги. Люди посчитали от 400 до 700 тысяч рублей в год, в зависимости от того, теплая или холодная была зима. Но по факту умная машина проработала только один сезон. Вот счетчик, вот он работает, да. Значит, приезжал у нас главный инженер из компании, который монтировали во время капремонта нам этот счетчик. Посмотрел, счетчик в рабочем состоянии. Но надо его, надо провести поверку. Пока этого не сделают, запустить его невозможно. Провести поверку, то есть поставить прибор на учет у энергетиков, должна управляющая компания. Но вот уже полгода жители не могут заставить МП «Коммунальник» сделать это. Цена вопроса – 32 тысячи рублей. Копейки, учитывая потенциальную экономию, но в коммунальной конторе, говорят люди, вместо того, чтобы заняться делом, ищут отговорки. То начнут убеждать, что жители от этого только проиграют, то документы в очередной раз потеряют. «Ой, вы знаете, а мы, он у нас куда-то потерялся. Ну, слава богу, сейчас техника позволяет. Быстренько в компьютер, быстренько копию везем. Вот вам второй. Приезжаем. А вы знаете, мы не знаем, где ваш договор. Мы его опять потеряли. Вот вы понимаете, что происходит? А мы уже прямо на изготовке подаем новый. Мы уже все эти штучки прекрасно уже знаем. Мы ходим и просим, вот наши деньги, на наши деньги сделайте нам в конце концов. Вот парадокс этой ситуации. Коммунальнику с нами очень не повезло, потому что мы требуем. Мы не даем им расслабиться, мы их тормошим. Можно сказать, я там действительно прописалась. Каждую неделю я бываю, вот в эту неделю еще не была. Под любым предлогом, под любым отказывают. Вот последний раз я была у них неделю тому назад. Я опять говорю. У меня один вопрос. Счетчик. Он сразу лихорадочно. Главный инженер. Да, главный инженер. Лезет какие-то документы, что-то. Вот пытаемся договориться с другими. Я говорю, почему с другими компаниями? У нас есть уже договор с компанией, которая нам все сделает лицензионно. Нет, мы найдем своего. Вот, у строителей этих дел. Почему? Нет, дешевле. Нам не надо дешевле. У нас есть деньги. Нам надо запустить этот счетчик. Весть о банкротстве коммунальника на Волжском проспекте встретили с тревогой. Так как компания банкрот, ну, мы считаем, что просто наших денег уже нет. Они виртуально где-то, конечно, существуют. Причем в самом коммунальнике не склонны драматизировать ситуацию. Заместитель директора Сергей Сачагин и не скрывает, да, у МП много недоработок, чего греха таить. Но свои обязательства перед жителями они готовы выполнить. Прибор учета коммерческой энергии на Волжском проспекте начнет работу уже в этом отопительном сезоне. Ну, что говорить? Ну, к сожалению, не уделяли внимания должного этим прибором учета ВМП. Ну, для этого и существует движение в этой жизни. Все меняется. Сейчас сдали уже первый этап документов ВТГК. Почему мы сейчас это и торопимся? Чтобы успеть в этот отопительный сезон уже все эти пусконаладочные мероприятия провести, чтобы люди реально увидели, что он введен в эксплуатацию. Дойдут руки коммунальника, обещает топ-менеджер, и до Шанхая. Что касается вообще крыльца и состояния вещей, то, соответственно, если это запланировано в рамках текущего, насколько я помню, они там есть. Да, безусловно, например, некоторое обязательство не смогло ВМП выполнить целиком, все в 2013 году. Ну, я понимаю, но я вам сказал, что есть давние предпосылки, которые не позволяют одномоментно теперь решить все напокопившиеся проблемы в ВМП. Но они продолжают выполняться, и я думаю, здесь тоже самое будет вопрос решаться. Там новые ребята, вот эти вот, ребята уж я говорю. Может быть, они что-нибудь, руководители, да, они, может быть, что-нибудь сдвинут в лучшую сторону, но пока я не пойму. Потому что пришли к нам лампочки, вкрутили, и пришли со сметой текущего ремонта. Извините меня, если так пойдет дело, это содержание жилья лампочки. Это же не текущее содержание. С одной стороны, вроде надежда, что вроде молодежь, вроде должны, они как-то по-другому себе. С другой стороны, вопрос, и вот уже начинаешь думать, как получится. Те же люди, на тех же стульях, с нашими деньгами, только теперь частники, называть себя будут как-то по-другому, и точно так же управлять нашим домом. В любом случае, надо собирать общее собрание, сейчас, да, доводить до сведения жителей, но жители, в принципе, дома уже знают, что коммунальный банкрот, и решать, что делать дальше. А дальше у людей есть три пути. Переходить на непосредственное управление, это когда собственники напрямую заключают договора с ресурсоснабжающими организациями, искать новую управляющую компанию, или создавать ТСЖ. И ни один вариант, как у Витязи на распуте, не гарантирует стопроцентное светлое будущее. Кстати, на волне ухода крупнейшей компании ПТС-сервис в Самаре появилось порядка 150 товарищ-собственников жилья. Если для одних экспертов ТСЖ лучший сценарий... И, в общем-то, по-моему, никто и не жалеет об этом, о том, что они создали ТСЖ. Назовите хоть одну хорошую компанию, управляющую, которой не было претензий у населения. По-моему, такой нет. Ведь они должны прибыль какую-то иметь, правильно? А прибыль с чего они возьмут? Вот и получается, что они начинают где-то что-то украсть, где-то что-то не доделать и так далее. Живут они все прекрасно. То другие специалисты уверены, товарищество отнюдь не панацея. Где-то в доме люди готовы работать над своим домом, они создают ТСЖ. А где-то люди не готовы еще. То есть им проще работать с управляющей компанией. Чем опасен такой переход этих управляющих компаний? Тем, что денежные средства, которые собраны или не собраны еще с жителей, они фактически зависают в этой управляющей компании. Получается, управляющая компания, которая обслуживала данный дом, не исполнила свои обязательства в полном объеме. Мои рекомендации – внимательно отнестись к тем договорам, которые вам предлагает управляющая компания для заключения. Потому что, скажем так, в целом он может быть неплохой договор. Но особенности каждого дома – это ваш дом, да? И вы должны учитывать эти особенности. Договор с новой управляющей компанией, которая идет на смену коммунальника, уже тщательно изучают, говорят председатели ТОСов. И заверяют, жители подпишут его только после того, как будет найден компромисс. Пока никто не подписывает, потому что центр все равно является нашей ТОСой, точно так же, как и на Волжском проспекте. Мы все друг друга знаем, мы все общаемся, мы проговариваем те моменты, которые нас не устраивают. И ищем варианты. Мы ждем буквально завтра, послезавтра у нас будет встреча с этой управляющей компанией. Мы проработали этот договор и попробуем найти компромиссное решение. Потому что как договор заключишь, так и поплывешь. Если в договоре не прописано, что они тебе должны предоставлять сметы перед началом работы, согласовывать, значит, они и не будут этого делать. Конечно, боюсь, но все новое всегда как-то страшит. Если мы не найдем компромиссное решение вот с этой управляющей компанией, то есть они категорически, например, условно откажутся, скажут, не примем мы ваш договор, и все. Значит, мы будем искать, пока нас обслуживают какие-то другие компании, где будут нормальные условия работы для того, чтобы жители допускали и в подвалы. В конце концов, это наши дома, это наши деньги. За наши деньги мы нанимаем организацию и, естественно, хотим знать, как они тратятся. Ну что ж, справедливое требование за тем, как будет идти процесс переговора с новой управляющей компанией и как коммунальник будет выполнять свои обещания, буду внимательно наблюдать. Так что ждите новых подробностей. А пока на сегодня все. Пишите, звоните, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин